Я почти единственный в городе гуляю каждый день пешком. Здесь это не водится, у всех есть лошади, писал Константин Грот. В середине 19 века у провинциальной Самары, равной по развитию Бугульме и Бугуруслану, не было ничего общего с передовым губернским городом. Сегодня Грота назвали бы антикризисным менеджером. За шесть лет он буквально отстроил Самару под стать Петербургу. Мы видим здесь четкое прорисование квартальной постройки, которое позволяет собой и улицы, и дома, и те проспекты, которые у нас есть в старой части Самары, которые стали при Гроте паститься, освещаться, возникать с парковой культурной территории, где люди могли отдыхать. Берег Волги плохо использовался, так пишет Грот, приехав в Самару. Вот такой его встретила Самарская набережная. Здесь не то, что гулять, ступить было некуда. А здесь та же набережная немногим позже и уже отдаленно напоминает современную. Грот приказал отделить берег реки от прилегающей улицы деревянным барьером. Кумыс и лечебница Постникова, публичная библиотека, Струковский сад. Всем этим Самара обязана Гроту. Константин Карлович наладил в городе работу полиции и почты. Он искоренил в Самаре коррупцию и увеличил городские доходы почти в два раза. Каким был Грот, отражает название выставки, нравственно обязан. Здесь предметы Старой Самары и ее виды до и во время Гротовской эпохи. И, конечно, великое наследие губернского главы – город нынешний. Одновременно с выставкой в галерее новое пространство открылась Поволжская арт-сессия – фестиваль для молодых артистов и музыкантов. Как и в XIX веке, проходит музыкальный салон. С одной стороны, это, мне кажется, концерт для избранной публики, а с другой стороны, как сказать, он, наверное, настраивает уже на такое немножко камерное музицирование. То есть это не шоу на показ, а вот от сердца к сердцу, может быть, вот так. Почему с Гротом? Потому что это первый человек на Самарской земле, кто ввел музыкальный салон на Самарскую землю. Мы готовились, мы интересные моменты придумывали, чтобы были музыкальные диалоги. Открытая Поволжская арт-сессия пройдет в два этапа. На первом осеннем собрались молодые артисты со всей России и из-за рубежа. Около сотни человек. На весенний съедутся художники и танцоры. Поволжская арт-сессия продлится до 24 октября. А выставка нравственно обязан пробудет в галерее новое пространство до ноября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков. События.